Ну что, други мои, мы отмонтировали для вас третью часть нашего фильма про восхождение на Килиманджаро. В этой серии будет подъем до последнего базового лагеря и, наконец, штурм. А потом время после штурма, что тоже очень интересно. Смотрите, наслаждайтесь, обещаю, будет интересно. Если вам кто-то будет говорить, что это клевая, легкая трекинговая гора, никому не верьте. Субтитры подогнал «Симон» Мы это сделали. Значит, позади три дня четвертый начался восхождение на Килиманджаро. Сил уже не так много, кислород в крови подупал, пульс немного тоже. Но именно в этот момент начинается самое важное. Потому что самое важное всегда начинается тогда, когда уже тяжело. Какой смысл в том, когда легко? Это не испытание. А вот когда ты открываешь новые пределы своих возможностей, пусть в спорте, неважно в чем. Вот открыл новые пределы, и это переносится на всю твою жизнь. Ты понимаешь, что твои пределы больше. Ты способен больше в бизнесе, больше в любви, ребята. Во всем. Нужны преодоления. Кислород 82, завтра упадет еще. Но дорога вперед от этого не остановится. Все, это горная болезнь. Моего бадди уже шторит. Вон он лагерь. Да, откуда мы выходили. Кто-то машет палочкой. И вот это вот путь мы и идем сюда, поднимаясь. Я много раз говорил, что наша группа поднялась наверх Килиманджаро практически в полном составе, за исключением одного человека. И тем не менее, внутри наша группа была очень неоднородной. Кому-то было идти легче, спортсмены, ребята. Кому-то было тяжелее. Но были и совершенно особенные персонажи. Например, Марат. Я вам говорил еще в первой части, что вы с ним увидитесь. Вот, например, на этих кадрах Марат, снимая все на телефон, зазевался и по колено залез в грязь. Сейчас чистится. Эд всячески подбадривал нас в процессе восхождения. А в какой-то момент мы просто начали читать стихи. И не один какой-то заученный стих. Ребята, это был просто урок литературы. Пять-семь подряд длинных, настоящих, добротных киплинга. Это было круто. При чуме и холере себя береги. Минуй болото и кабаки. Минуй болото и кабаки. Холера и трезвость всегда враги. Холера и трезвость всегда враги. Если жена твоя шьется с другим. Если жена твоя шьется с другим. Не надо стрелять, застав ее с ним. Отдай ему бабу и мы отомстим. И будет он проклять с ней этот солдат. И будет он проклят, не этот солдат. Друзья, 129-й спуск и подъем за сегодня. И наша дорога лежит вон туда. И оттуда уже начнется штурм. Сказать, что нам повезло с погодой, это вообще ничего не сказать. Говорят, на Кириманджаро поднимаются на изи. Мы же 4 дня уже чешем под прорывным тропическим дождем. Мы все мокрые насквозь, ребята. А штурм снег в минус 21. Нам повезло. Потому что, как говорит и от Халилов, а говорит он правильно, чем хуже, тем лучше. На излете 4 дня мы вышли, на мой взгляд, в самое красивое место Кириманджаро. Я назвал его Мордор. Безжизненная, каменистая, вулканическая, графитового цвета почва. Камера не передает всей красоты этого места. Просто представьте, куда видит твой взор. Везде вот этот вот волнистый графит. И только один цвет виден на этом фоне. Это цвет такой вереницы группы. В разноцветных шапочках, костюмах, рюкзаках. Которая мерно в ногу шагает по этой земле. Я не режиссер, но я хотел снять кино об этом. Братцы! А позади меня декорации к фильму «Властелин колец». И это, ребята, Мордор. Экстаз просто. Вот именно начинается то состояние, та высота, которая выводит тебя на другие волны. Начинаются вот эти внутренние разговоры на этой высоте. Самим собой, на тонких материях. Именно ради этих вот разговоров нужно идти в горы, чтобы вообще познать себя. Остаться с тобой наедине. Поэтому это наркотик. Равнодушным никого не оставят. В любом случае, здесь все пойдут дальше. Поднимаемся по вулканическим скалам. Наш последний предштурмовой лагерь. И сегодня в 12 ночи мы выходим на штурм. Уже стало тяжело идти. Появилась устойчивая отдышка из-за нехватки кислорода. С благодарностью вспомнил все тренировки военноэробной маски. Вот оно. Это безлюдное, безжизненное пространство. Очаровательное. Ребята, я такого еще не видел. И поверьте, камера не передает всей красоты. Этой ловической, безжизненной пустыни. Танзанийцы. Конечно, за 5 дней восхождения, ну, как-то они для нас раскрывались. Потому что то первое впечатление, которое было изначально, и то, что стало в конце, это немножечко разные вещи. Интересные ребята. Очень доброжелательные. И очень хорошо настроены к туристам. Это приятно. Обратите внимание сейчас на интервью. Попытайтесь смотреться в эти лица. По-моему, там нет никакой фальши. Особенно хорошие отношения у меня сложились с нашим гидом Чарли. Вот такой парень. Честно говоря, до сих пор переписываемся. Вот так бывает. Ребята, вы только посмотрите на этих железобетонных парней. На них нет никакого специального обмундирования. Никакого гардекса, мембраны. Специальной обуви. Это железобетонные ребята. Ребята, это наш мужественный проводник Чарли. Он сейчас расскажет историю, сколько раз он был на этой потрясающей вершине. Чарли. Да. Какой раз ты был здесь? Я был на плампе на плампе почти 20 лет. И вообще, я достигнулся на уровне этой плампе несколько раз. Потому что я использовал это плампе, чтобы плампеть с этой плампой. Мы использовали это плампе на плампе. И это на уровне этой плампы. Я не могу считать, сколько раз я пламя на земле. Сколько? 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 Это слишком много. Это сильная муния. Конечно, это. Какой назван это? Это Хурупинг. 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 Классные танзанинские ребята, я прям к ним вроникся, честно. Отличные, жизнерадостные, веселые, чернокожие ребята. Последний привал перед штурмом. Да, все в разном состоянии, но поверьте, свеженьких из нас нет вообще. Все устали, мокрые до нитки, а спать всего 4 часа. Кислород упал, но надо идти. Все, что можно, сухое, последнее надеваем на себя. Одеваем теплую одежду, в 12 часов встанем и пойдем штурмовать. Килиманджаро. Всем привет. У нас сегодня вид палатка с видом на это. С видом на все, ребята. Это наша палатка. Самая крутая с Ромео у нас. Просто посмотрите, что лежит за нами. Вот так ты вылазишь из палатки. И вот это вот все перед тобой. Вот мы с Ромео в палатке перед штурмом. Последний день. Сука, ребята, мы все мокрые. У нас через 6 часов штурм. Наша задача немножко отдохнуть, восполнить силы, отогреться и в бой. Найду сейчас что-то сухое. Главное, сухая куртка. И главное, куча решимости взять с Килиманджаро. А? Ты как, брат? Ой, я тоже за это прям уже хочу оказаться на этой вершине. У меня одна из целей. Мне надо только камешек на свой участок. У меня в участке есть сад камней. И я с разных мест таскаю камешки. Не я его ищу, он меня ищет. Ну-ка. Я просто хожу по этой самой вот все участки на участок. На ландшафтной выиграл, когда камни. В 5 часа 3 скакал. Тут куча камней. Чего ты не скакать? Вот пришел, все. Ни одного не вижу. Потом, раз, какие-то хера от меня убедил. Так, ну что, выходим на штурм. Сейчас ночи. 7 часов и мы на вершине. Погода нормальная. Немножко сыроватая одежда. Не все удобно просушить. Но в целом, какая нафиг разница? Главная вершина, все остальное ерунда. Да? Да. В полночь мы проснулись, быстро собрались и приготовились к штурму. Очень круто, что температура упала не так сильно, как ожидалось. Хотя, все равно, пришлось утеплиться. Надеюсь, вы все взяли флаги. Кто хотел поднять и сделать. Ну, все отлично. Потом будем вспоминать, как мы уходили, да? Ну да. Когда будем ползти сюда. Кто будет ползти? Настроение. Что за вообще патническое настроение, Марик? Ползти бодрым шагом, кровным строем. Наконец, начался штурм. Но, поскольку дело было ночью, снять мне, конечно, ничего не удалось. Так что вам придется поверить мне на слово, а мне быть максимально красноречивым. Представьте, мы идем по каменистым почвам, но именно в эту ночь выпал снег. И снега было так много, что в какой-то момент нам просто пришлось надеть кошки. Эд Халилов потом звонил своим друзьям и говорил, вы не поверите, парни, мы Кири Манджаро штурмовали в кошках. Это небывалый случай для этой горы. Идти было тяжело, потому что шли мы ночью. Организм говорит тебе ночью, я сплю, друг, мне тяжело, а ты уже забросил меня на 5500 метров. И вот в тот момент, когда многим стало уже невыносимо, наконец, забрежил рассвет. И стало чуть-чуть легче. Накупендра, это любовь на Суахиле. Френджип. Рафики. Рафики? Накупендра Рафики. Фридом. Нитиангу. Кири Манджаро Нитиангу. Оушен. Оушен, братья. Оушен, братья, это Мади. Рафики. Какие красивые и прекрасные слова. Скоро пятерочку разменяем. Это круто. Красавцы. Тёма. Тёма. Тихо. 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 Лёха. Джигит идёт. Это наш капитан. Heavy Metal. Тихо. Хахахаха. Ты как, Сёба? Огонь. Спасибо. Молодца. Пойдём. Наш выходит. Мы решили войти первым. Красавцы. Молодцы. Так держаться. Три ночи. Идём килли. Прошли пять километров. Настроение зашибенное. Эйфория пронизывает каждую клеточку моего организма. Так, ребята, 5 400. Идем. Смочувствие, конечно, уже не такое, как, например, в джакузи с шампанским. Немножко отличается, но в целом все бодры, все молодцы. Пьем изотоники, едим сухопрукты, сладкие батончики. Жизнь малина топает себе вверх и наслаждайся горной болезнью. Все отлично. В общем, все, что было сделано, сплелось сейчас в этой минуте. Последний штурм. Нам осталось 300 метров. И мы на вершине. То же самое на 5-100 на Илькусе. Когда ты заходишь там до пустого кашины, поднимаешься еще выше и на 5-100, стол уже начинает подниматься и ты такой, опа, я жил. Так, друзья, давайте минутной готовность, я захожу. Минутная готовность и погнали. А ты жил, Илюха, да? Да, я живее всех живых. Я хочу скорее на вершину. Ребята, светает молниеносно. Последний рывок. И мы у вершины. Сзади меня лежит рассвет. Облака, усланные нам природой. Красота. Настальщий капитан. Меня оставил просто парня. Даже не пошел на вершину, а вот... Мы не могли поступить по-другому. Япона, мама. Я это сделал. О, Килиманджаро. Танзания. Смотрите, какая красота, люди. Вот она. Вот она, та самая точка. Вот. Туда люди доходят и потом узнают о том, что им еще туда пи***ет. Многие доходят отчет и валят вниз. Валят? Думают, что это вершина. Это обманка. И даже те, кто узнает, что вершина там дальше, они просто сдаются и говорят, все, нам этого достатится. Мы идем на Хуру пик. Неполный отряд уже наш движется. Некоторым нужна передышка. Больше, чем остальным. Кто-то еще не поднялся даже на промежуточную точку маршрута. Потому что на самом деле это тяжело. Положим руку на сердце и скажем. Это тяжело. Тем более мы ведь все шли... Ну, наша группа не по изи маршруту. Мы выбрали достаточно сложный маршрут. Вымотались 4 дня. Нас полоскал топический дождь. Ну, и потом, сегодня штурм, он оказался не так прост. Первую половину маршрута я, честно говоря, вообще не чувствовал. Ни усталости, ничего. Но потом начало накатывать. Но зато природа вознаградила нас потрясающими видами. Облачности нет. Мы видим все, что происходит вокруг. И это очень-очень круто. Следующее включение с Хурупик. Ну что, ребята, все, дошли. Это офигенно. Голову, конечно, вертело в разные стороны пока сюда шли. Но цель достигнута. На высшей точке Американского континента. Кириманджару, Хурупик. Моя команда. Валера, Кэп, Коля. Да, ребята, вы красавцы. Все благодаря вам. Каждое приседание, каждое отжимание все вспомнил. Глент, красава. Ну а потом начался спуск. Вот это было по-настоящему трудно. Уже и меня накрыла горняшка по полной. Хотя до этого я шел, в общем-то, хорошо. Спуск сложное технически. Такое упражнение. Плюс горная болезнь. Плюс каша под ногами. В общем, ух, как было хорошо. Даже не стал записывать видео. И записал первое только, когда приблизился к лагерю. Все устали достаточно сильно, особенно на спуске. И я даже не снимал спуск, потому что как-то горняшка прибила. На подъем нормально, а вот на спуск прям так было чувствительно. Сейчас покажу. Хорошая погода есть. Покажу лагерь наш сверху. Субтитры создавал DimaTorzok Вот она, Кельманджаро, наконец, открыла нам свою красоту. Мы сейчас в последнем базовом лагере перед спуском в гостиницу. 3400 метров. И еще вчера днем мы были на 5895. Красота. Серег, ты же катился, да? Да, я видел, да, как-то. Скоро. Что-то на ледянке спустился? На подробнике, да. Я просто устал идти, я сел. На ногу про себя. Надо было, знаешь, что все село. Надо было все селить. И вот, когда все уже окончательно выдохнули, начались танцы. Крутые, слаженные и очень от души. Субтитры создавал DimaTorzok Мама-мама Есть огромная семья И тропинка, и лесок Более каждый голосок Речка, небо голубое Всем турбосалют! Доброе африканское солнечное утро, наконец-то 3 февраля. До этого у нас была жопа с погодой, но мы ее воспринимаем как закалку, тренировку нашей такой погодной выносливости. В общем, в целом все хорошо, все живы, все здоровы, через несколько часов мы выходим из нацпарка, сядем в автобус, поедем в гостиницу, там поедим, там примем душ, там поспим и вечером всей группой соберемся для того, чтобы пообщаться, обменяться эмоциями, впечатлениями. У меня восхождений много самых разных, но это я запомнил вот прям навсегда, Килиманджаро, остался нам непросто. Спасибо тебе большое, все удалось благодаря тебе. Спасибо, спасибо. Меня зовут Марат, позывной Марио, зовут Дэн, сам родом из Одессы, позывной Одесса. Всем привет, меня зовут Ромарио. Мы победили вот эту вершину, это было очень непросто и кто говорит, что это делать легко, это для меня это был подвиг, для меня это было событие, которое я буду помнить всю жизнь. Кремушком не мазался, так как я с юга, а мы южане не обгораем, и вы это видите. Я из города Кирова, Вятка, приехал сюда на Килиманджаро осуществить свою детскую мечту. Когда-то из мультика Сайболит появилась мечта побывать в Африке. Вот это испытание, которое мы прошли и закалились духом, это было незабываемо, друзья, ходите в горы, это что-то невероятно особенное, каждый мужчина должен покорять вершины. Моя третья гора, я делал Эльдрус, делал Казбек и вот сейчас Килиманджаро. Если вам кто-то будет говорить, что это плевая, легкая трекинговая гора, никому не верьте. Со всеми было очень классно пообщаться, познакомиться, в общем, ребята вообще молодцы. Это отличный челлендж для каждого, проверить свой дух, проверить свой стержень, проверить себя на прочность. Поэтому, друзья, всем рекомендую, едьте в Африку и проверяйте себя на прочность. Всем успехов! Расскажи свой опыт восхождения, сколько у тебя получилось? 35 на 45 всего лишь, напросто, ребята. Я все равно шел до конца, я говорил, что да, я сделаю обязательно. И только профессионалы, которые скрутили меня просто за руки, сунули мне кислородную маску в лицо, исправили ситуацию. Мой энтузиазм немножко снизили, но слава богу, потому что через полчаса я уже валялся просто в галлюцинациях и думал, блин, скорее бы оказаться дома. Так что, друзья, профессионалы, слушайте профессионалов, здоровье важнее. Ну что, Килиманджаро покорена, вершина Африки, красавица. Слушайте, говорят, что Килиманджаро не самая сложная из гор. На самом деле очень круто то, как мы к ней шли. Вот сегодня мы видим этот прекрасный вид, да, яркое солнце, снежная вершина. Но мы видим ее первый раз. Первый день. Африка решила нам усложнить жизнь. Четыре дня проливных дождей, тропических ливней. Мы все вымотаны, вымокшие до нитки. 2 февраля в 12 ночи стартанули на штуру. Было не очень просто. Многих накрывала горная болезнь. Значит, меня, честно говоря, она миновала и уже только на спуске накрыла. Но вот когда ты стоишь, поднимаясь так все-таки не просто на эту гору, когда ты стоишь на вершине и записываешь видео для своих детей, для своих родителей, для своей семьи, вот этот момент ты понимаешь, что ты сделал это не зря. Самым главным достижением я считаю то, что мы поднялись всей группой. 17 человек, один человек у нас, к сожалению, отсеялся еще в процессе. 17 человек поднялись все. Кому-то было трудно, кому-то помогали, у кого-то забирали рюкзаки, кого-то брали на плечо, но мы поднялись все. Гипоксия, красавцы, Килиманджаро супер. Наука побеждать – это молодчина. Ну вот и закончилось наше восхождение на прекрасном Килиманджаро. Было круто. Очень многое, что осталось за кадром, но и то, что увидели вы, я думаю, вполне позволяет составить себе представление о том, что это было. Главный мой вывод. Я хочу продолжать. Мой вывод номер два. На вершине действительно приходят очень глубокие мысли, которые меняют тебя. Ребята, Килиманджаро взята. Впереди Эльбрус. Родной красавец Эльбрус. А знаете, что мы сделаем? Мы вам выложим специально просто нарезку некоторых классных видео с сафари, из жилищ Масаи. Ну и просто классных кадров Килиманджаро. Наслаждайтесь. Ребята, ждем отзывов, ждем комментариев, ждем перепостов, если вдруг вы считаете, что кому-то это может быть интересно. Всегда ваши. Я не один. За мной команда. Валера стоит за камерой. Ребята сидят, монтируют это все. Помогают где-то что-то делают. Красивые картинки. Нам очень интересна ваша обратная связь. Давайте. Не скупитесь. Дисклеймер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и кликает. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...